Здравствуйте! В этом видео мы сошьем простую и очень удобную подушку для беременных в форме бумеранга или банана. Такую подушку очень удобно использовать также для кормления, ну и просто отдыха в положении лежа, сидя или в любом другом. Выкройка этой подушки очень простая. Схематично это форма буквы Г, но с одинаковыми по длине сторонами. Длина каждой стороны равна примерно 90-100 сантиметров. Я взяла среднее 95 сантиметров. В ширину каждая сторона равна примерно 35 сантиметров. И нам необходимо просто округлить все углы. Можно не изготавливать выкройку, а сразу же раскроить эту деталь прямо на ткани. Для пошива подушки нам потребуется приятная хлопковая ткань. Я буду использовать мягкую бязь белого цвета. Для подушки таких размеров и такой формы потребуется примерно 1 метр ткани при ширине 150 сантиметров. Также мы сошьем чехол для подушки, который можно будет снимать, стирать и менять. Для чехла потребуется такое же количество ткани, итого 2 метра. При желании можно выбрать другой цвет чехла. Таким образом вам потребуется метр основной ткани и метр дополнительный для чехла. В качестве наполнителя подушки я буду использовать холофайпер. Можно использовать другой наполнитель, например синтепон. Самое главное, чтобы он был мягким и упругим. Также для чехла нам потребуется молния. Любая тонкая молния я воспользуюсь потайной. Чем больше длина этой молнии, тем лучше. Идеально будет длина 100 сантиметров, но 50-60 сантиметров тоже достаточно. Для подушки нам потребуется скроить две такие детали, то есть два слоя. Чехол краем по той же схеме, но стоит сделать его на сантиметр шире по всем срезам. Скрепим детали подушки, то есть основные детали друг с другом, дадим строчку по всем срезам. Но непростроченным оставим участок длиной примерно в 20-30 сантиметров и оставлю посередине с внешней стороны. Поворачиваем основную часть подушки на лицевую сторону и начинаем заполнять. Для подушки таких размеров мне потребовалось около полутора-двух килограммов холофайбера. Вы можете использовать больше, либо меньше, но я не советую делать подушку слишком мягкой, поскольку холофайбер в процессе использования со временем осядет и подушка станет совсем тонкой. Но при этом не стоит наполнять излишне сильно, поскольку подушка станет жесткой и использовать ее будет также не очень комфортно. Определите максимально комфортный объем для вас. У меня это примерно килограмм 700. Также следите, чтобы наполнитель распределялся равномерно. Ну и после нам остается только зашить отверстие, которое мы оставляли. Это около 15-20 сантиметров. Можно застрочить на машинке, но если подушка достаточно объемная и плотно заполненная, то будет достаточно сложно прошить это место на машинке. Я зашью вручную. Для этого при пуске на швы, то есть 1 сантиметр, отгибаю вовнутрь и захватываю 1-2 миллиметра ткани по сгибу с двух срезов. Переходим к обработке чехла. Прежде чем соединять детали от чехла друг с другом, нам стоит обметать их по краю строчкой зигзаг либо оверлоком. Это не обязательно, но так чехол будет аккуратнее с изнанки, и срезы не будут осыпаться. Сложим две детали чехла пополам для того, чтобы отметить серединку. К этой серединке приложим середину молнии и прикрепим кромку застежки молнии к срезам подушки в круговую. Затем то же самое повторяем со вторым слоем чехла, прикрепляем молнию ко второму срезу. Далее раскрываем молнию и пристрачиваем ее с помощью специальной либо односторонней лапки. Мы пристречили молнию к двум сторонам чехла. Можем закрыть застежку молнию и сложить две детали лицевыми сторонами вместе. Нам необходимо застрочить оставшиеся срезы по кругу, за исключением того участка, на котором располагается застежка молнии. Скрепляем срезы булавками и строчим от того места, где заканчивается строчка притачивания молнии. Скрепляем булавками по кругу и даем строчку на 1 сантиметр по всему округлому срезу. Чехол выворачиваем на лицевую сторону и можем надеть его на подушку. На этом подушка будет готова. Продолжение следует... Продолжение следует...